ТВ-Экстра представляет Глава третья. Духовный мир. Я получала информацию о духовном мире, куда мы отправляемся после смерти, с 1968 года, когда я впервые столкнулась с реинкарнацией. В те дни все было для меня новым и невероятным и определенно бросало вызов моим убеждениям. К 1980 я получила достаточной информации от сотен клиентов, чтобы написать книгу «Между смертью и жизнью». Удивительно, что мне не встретилось никаких противоречий. Я по-прежнему получаю информацию, и она продолжает расширять мои знания и взгляды на эту увлекательную тему. Куда бы в мире я ни отправилась, я получаю от своих клиентов ту же информацию, и вырисовывается общая картина. Я попытаюсь кратко ее здесь резюмировать для тех, кто не читал упомянутую книгу. Когда человек умирает или покидает тело, все происходит очень легко. Рассказывают, что это как встать с одного кресла и сесть в другое. Возникает головокружительное чувство облегчения. Человек оглядывается на свое тело и говорит что-то вроде «Я так рад покинуть его, я больше ничем не ограничен, теперь я свободен отправиться, куда захочу». Как правило, всегда приходит кто-то, кто должен отвезти человека туда, куда он должен пойти. Я называю таких существ встречающими. Это может быть умерший родственник или друг, или же дух-наставник, или ангел-хранитель. Важно знать, что в мире ином вы не будете одни. Всегда есть кто-то, кто покажет вам, куда идти. В жизни вы тоже не одиноки, но люди этого не понимают. Когда вы рождаетесь, к вам всегда представляют наставника или ангела-хранителя. Он будет с вами всю жизнь и будет рядом, когда вы умрете. Есть несколько разных мест, куда можно отправиться после смерти. Они описаны в книге «Между смертью и жизнью» и появятся в регрессиях, которые включены в эту часть. Вы можете отправиться лишь на тот уровень, который совместим с частотой ваших вибраций. Лучше, чтобы это был более высокий уровень, чем раньше. Все зависит от того, чему вы научились в пройденном только что классе земной школы. Иногда душа сразу попадает в место отдыха, особенно если смерть была травмирующей. Это место полного покоя, где нет никаких цветов и звуков. Вы будете оставаться там столько, сколько понадобится, прежде чем вернуться на колесо кармы. Рано или поздно каждая душа предстает перед советом старейшин и мастеров, которые оценят только что прожитую ею жизнь. Это называется пересмотром жизни. Они пройдутся по всему, что вы делали и думали за свою жизнь, оценят ваши достижения и решат, над чем вам еще нужно поработать. Вы не увидите никакого бога на троне, который будет вас судить и наказывать. Вы сами себя судите. И нет более строгого судьи, чем вы сами. Вы решаете, какие ошибки вы совершили и как их исправить. Следует помнить, что смерть не сопровождается болью, есть лишь чувство сожаления. Я не должен был этого делать, я должен был сделать в жизни нечто большее. Затем начинается подготовка к возвращению. Как бы красиво ни было в духовном мире, как бы вам не хотелось там остаться, это невозможно, если у вас есть невозвращенные долги или карма. Вы беседуете с душами, с которыми были связаны в последней жизни, и составляете план. В прошлый раз мы справились не очень хорошо. Давай вернемся и повторим. В этот раз ты будешь мужем, а я женой. Или ты будешь матерью, а я по ребенком. Можно как угодно меняться ролями. Помните, что жизнь всего лишь игра, спектакль, иллюзия. Когда мы ее проживаем, все кажется очень реальным, но мы лишь надеваем костюм, чтобы сыграть определенную роль. Вы продюсер, режиссер, актер и автор сценария собственной драмы. И поскольку сценарий пишется на ходу, его можно в любой момент переписать и изменить. Вы полностью контролируете все, что происходит в вашей жизни. Нужно лишь это осознать. Итак, вы составляете план того, что вы надеетесь осуществить, вернувшись в земную школу. Вы договариваетесь с другими, какие роли они будут играть, чтобы вы смогли избавиться от любой оставшейся кармы. Когда вы в духовном мире и общаетесь с мастерами, все кажется таким простым, но когда вы возвращаетесь в колесо кармы на планету свободы воли, у каждого есть собственный план и сценарий, который может конфликтовать с вашим. Кроме того, когда вы возвращаетесь, опускается завеса, и вы все забываете, так что становится вдовой несложно. Вы забываете и о своем плане, забываете о своих договоренностях, забываете, что это лишь школа, забываете, что это лишь игра. А ведь что это за экзамен, если вы знаете все ответы? Нужно самостоятельно пройти весь путь с начала и до конца. Прежде чем окончить эту школу, нужно восстановить все забытые знания и информацию. Нельзя перепрыгнуть из детского сада в университет. Нужно пройти один сложный класс за другим, пока они все не останутся позади, и вы не вернетесь к Богу или Истоку. И не загрузите весь свой опыт и все усвоенные уроки в гигантский компьютер его информации. Намного больше обо всем этом можно найти в других книгах серии «Многомерная вселенная». Я лишь кратко пересказываю, чтобы у читателя был ориентир, который поможет понять сеансы, описанные в этом разделе. Стоит, однако, отметить, что в них нет никаких противоречий, и их информация лишь дополняет то, что я уже обнаружила раньше – так называемые плохие жизни. В своей работе я, как и уверена многие другие терапевты, слышала ужасные истории о том, как моих клиентов растили. Их детство было настолько плохим, что я удивлялась, как им вообще удалось стать полноценными взрослыми. От них требовалась огромная выдержка. Это подчеркивает, как бесчеловечно люди могут относиться друг к другу. Конечно, я знаю, что виновники накапливают тяжелое бремя кармы, отрабатывать которую придется очень долго. Но клиенты всегда спрашивают, почему это со мной случилось. Они хотят знать, не сделали ли они в прошлой жизни что-то ужасное, чем заслужили такое отношение. Я объясняю, что в своей работе я обнаружила, что они согласились на это, прежде чем прийти в эту жизнь. Клиенты всегда отказываются в это верить. Это нелогично. Зачем мне было соглашаться на такую жизнь? Помните, что все есть урок. Все устроено так, чтобы увидеть, чему ситуация нас научит. Если мы не пройдем испытания, не усвоим урок, то всегда есть следующий раз. Мы можем проходить тот или иной класс, тот или иной урок, как угодно долго. В вашем распоряжении целая вечность. Но не лучше ли учиться быстро, а не бесконечно долго? Усвоив то, что вы должны усвоить, вы перейдете к следующему уроку, который может быть легче, а может нет. Возможно, он окажется сложнее, но зато он будет другим. И тут мы возвращаемся к изначальному вопросу. Почему мы выбрали такой ужасный опыт? У меня было два случая, практически один за другим, где у клиента было ужасное детство. В одном родители проводили сатанинские ритуалы с участием детей. Клиентка в итоге ушла из дому. Как только смогла и не хотела больше иметь ничего общего со своей матерью. Другим детям из этой семьи повезло меньше. Сестры стали наркоманками и проститутками, а брат встал на преступный путь и угодил в тюрьму. Клиентка сказала, что рано осознала, что не хочет во всем этом участвовать. Еще в совсем юном возрасте она была на удивление чувствительной и инстинктивно понимала, как противостоять происходящему. Она мысленно окружила себя кирпичной стеной, чтобы отстраниться от свирепствовавшего вокруг нее безумия. Затем она переехала и начала самостоятельную жизнь, не обращаясь к семье за помощью и не желая иметь с ней никаких контактов. Во время сеанса я спросила у подсознания, почему у нее было такое детство. И оно ответило, что она его выбрала, и я это знала. Она усвоила важный урок, как выжить и преуспеть без чьей-либо помощи. Так что хотя она чувствовала себя одинокой и покинутой, она выбрала этот урок и блестяще его усвоила. Поэтому теперь она могла перейти на следующий уровень. В другом случае женщина выросла в ужасной агрессивной семье, где мачеха ее каждый день била. Как и многие другие, кто оказался в такой ситуации. Она ушла из дому, как только это стало возможно. Подсознание сказало, что это было необходимо, чтобы научить ее, как выживать, как расти, как быть самостоятельной. Это служило важной цели, хотя она в детстве этого не понимала. Она знала лишь, что она несчастна. Еще одна клиентка тоже стала жертвой насилия, и мы хотели узнать, связывает ли ее с обидчиками какая-нибудь карма, по которой нужно расплатиться. Я удивилась, когда подсознание сказало, что нет. Она не пересекалась с основными действующими лицами в прошлых жизнях. Подсознание сказало, что перед тем, как прийти, она договорилась с определенными людьми, что они повстречаются ей на пути, чтобы ее испытать. Некоторые из них могли быть ее ближайшими друзьями в духовном мире или в других жизнях, но они согласились сыграть роль негодяев в этой пьесе. И надо признать, что иногда такие роли играют очень хорошо. Я всегда спрашиваю людей, у которых был плохой опыт, а какой-то негатив в жизни случался у каждого, ведь в этом вся суть жизни. Чему он их научил? Обычно они находят что-нибудь, если действительно посмотрят на этот опыт и на его влияние на их жизнь. Если они говорят, что опыт их ничему не научил и что это просто было несправедливо, то им придется все повторить, снова пойти в тот же класс. И в следующий раз может быть сложнее, пока они не поймут, какой урок они себе выбрали. Конечно, все это надо рассматривать без эмоций, как объективный наблюдатель.